Здравствуйте! О самом мощном российском вооружении в рубрике «Сделано в России» с вами Виктория Рахманина. ТОС-1А «Солнцепёк» вооруженных сил России применяется для нанесения ударов по позициям украинских вооруженных формирований на Донбассе. Система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. Система использовалась также для нанесения ударов в Мариуполе, где одним из ключевых узлов обороны города является завод «Азовсталь». Там окопались боевики, состоящие из не нацистов, палка «Азов». Для уничтожения позиций противника российская армия применила систему «Солнцепёк». Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть модуль разведки и управления 9С-932-1 на гусеничном шасси МТЛБУ комплекта средств автоматизации противовоздушной обороны «Барнаул-Т». Он предназначен для создания многоуровневой автоматизированной системы управления силами противовоздушной обороны, отсоединения до стрелка-зенитчика для управления противовоздушным боем. Военнослужащие инженерных войск России применили новейшую инженерную систему дистанционного минирования земледелия в ходе специальной военной операции на Харьковском направлении. Боевая машина представляет собой 50-ствольную реактивную систему залпового огня, выполненную на шасси «КамАЗ» и производящую стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов. Подготовка данных для стрельбы автоматизирована. Радиус действия новой системы составляет от 5 до 15 километров. Реактивные снаряды находятся в транспортно-пусковых контейнерах. Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приступили к переобучению на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса ТОР-М2-ДТ. Военнослужащие пройдут обучающие курс в учебном центре войск противовоздушной обороны в городе Ейск. В процессе обучения они научатся эксплуатации и боевому применению зенитного ракетного комплекса. Обучение завершится выполнением практических стрельб по воздушным целям на полигоне. После чего подразделение, укомплектованное новой боевой техникой, отправится в пункт постоянной дислокации. ТОР-М2-МД устанавливается на двухзвездные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, не теряя свою работоспособность даже при 50-градусном морозе. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание гвардейских 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота. В соответствующие указы главы государства опубликованы 28 марта на официальном портале правовой информации. В документах уточняется, что почетные наименования гвардейских присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. На этом у меня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok